Добрый день! Меня часто спрашивают об отношениях и о моем отношении к моему бывшему студенту, выпускнику и миграционному агенту, с которым я работал. Скажу вкратце. Первое. Мне выгодно его существование и конфронтация с ним. Но в первую очередь именно выгодно его существование. Второе. Вы должны всегда спрашивать и сравнивать его с другими миграционными агентами. И третье. Вы должны поглядеть на самих себя. А судьи кто? И теперь поподробнее. Безусловно, я не выношу предательство, я не выношу пустых людей, но такие люди мне выгодны. Ну почему? Да очень просто. Во-первых, если бы не было его, его надо было бы выдумать. Тот шум, который поднимает этот человек, ту медиа-возню, которую он затевает, мне пришлось бы проплачивать самому. Мне пришлось бы поднимать себя в социальных сетях, а мне этого делать не надо. Почему? Просто. Потому что он есть, потому что он тратит эти деньги, потому что вы потом обманутые или в своих ожиданиях, или в деньгах. Вы идете к другим. И первый, к кому вы идете, это я. Так зачем же мне резать курицу, которая несет золотые яйца? Вам не нравится цинизм? Ну, извините меня, это ваши дорогие друзья проблемы, но я вам обрисовал ситуацию. Вы в заложниках своих иллюзий. Вы в заложниках так называемого wishful thinking. То есть вы даете желаемое за действительное. Но это ваши проблемы, это не мои проблемы. И тем более не проблема того человека, который, в общем-то, говорит вам таблицу умножения и завершает это чем-то типа «И я там был, мед, пиво пил, и кот, ну как по Пушкину, в сказке говорил». Что касается того, как я набираю себе студентов, это первое. Железный поток от людей. Reliable intake. Это надежная поставка новых студентов от людей, которые были моими студентами. От людей, которые верны мне. От людей, которые понимают, что если сюда ехать, если сюда ехать учиться, а может быть, и эмигрировать, лучше это делать с Александром Петровым. Это мои бывшие студенты, мои друзья. Это наиболее надежный источник поступления новых студентов, которые не зависят ни от каких-то там бывших агентов, ни от недругов, ни от пустой массы подписчиков, десятков тысяч подписчиков, которые у других блогеров только отнимают время, ну и, может быть, создают им эффект какой-то популярности. Эти люди мне верны, и это и есть основной поток студентов, которые ко мне приходят. Следующий по значимости, и может быть, он будет на короткий срок превалировать над сарафаном радио, это люди, которые приходят от тех усилий, которые я делаю через выставки, через масс-медиа, через какие-то личные встречи и так далее. Это новые люди, это люди, которые абсолютно не интересуются какими-то там дрязгами, какими-то там неудачными агентами, которые не менее неудачных, неудачливых подписчиков выбирают, типа клиентов. Но это уже другая система, и вот эти две поступления – самый надежный источник, если хотите, бизнеса. И третье – это действительность социальной сети, и на это надо тратить время, на это надо тратить деньги. И приходят новые люди, которые, в общем-то, требуют внимания, которые еще им не с кем меня сравнивать, и поэтому они думают, что так оно все и должно быть. Такой уровень поддержки студента должен быть. Но есть еще поток, который может быть и больше, чем я сам генерирую. Это поток, который приходит от него. И эти люди уже были брошены на какие-то деньги, они затратили 200, 300, а порой тысячи с чем-то долларов. Вы можете посмотреть его расценки. Эти люди уже обижены этим людям, уже есть чем сравнить. Они уже одурачены, они приходят ко мне. Ну и слава богу, эти люди намного более надежные, намного более верные, намного более, как бы, познавшие беду клиенты, студенты. И с ними намного легче, чем человеком, который вот просто увидел тебя и пришел. Соответственно, зачем же я буду ради вас губить такой источник поступления студентов? Да не жизнь. Не, ну я, конечно, мог бы, если бы вы захотели. Но только вы этого не захотите. Если будем сравнивать этого человека с другими агентами, Ну хорошо, вы за свою глупость поплатились несколькими сотнями долларов. А что лучше те агенты, которые вас посылают в какие-то дамы, в какие-то региональные миграции, которым вы платите тысячи, десятку тысяч долларов им, подтверждающим организациям, департаменту миграции. Вы что, думаете, эти люди имеют хоть какой-то шанс на то, чтобы получить вид на жительство? Да никакого они не имеют. Хорошо, хоть этот агент до такой гадости не снисходит. По крайней мере, я пока что не слышал. А вот от других уважаемых агентов, которых вы порою и поддерживаете, я слышал и слышал. Очень много я видел, я живу с ними. Так вот, в сравнении с этими волками, а может быть, этот человек и смотрится, как добрый песик. Ну, стырил он у вас пару сотен долларов. Как он говорит, не обедняйте. Ну, в принципе, в действительности не обедняйте. Но станете умнее, придете к людям, которые в действительности вам помогают. А что касается вас самих, если вы так бездумно, бессмысленно готовы расстаться со своими деньгами, если вы доверяете каждому проходимцу, каждому человеку, который вообще не живет в этой стране, здесь не был весь 19-й год, может быть, за редким въездом на обновление лицензии, что вообще говорить о вас самих. Вы мне иногда советуете, когда мне говорят друзья, то да, мы разговариваем. Вы понимаете, общение с этим бы человеком, если бы он оставался со мной рядом, этот агент, было бы негативом, как оно и случилось. От меня начали отворачиваться в действительности порядочные и честные люди, потому что ты такой, как есть твои друзья. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Соответственно, с такими людьми рядом даже находиться неприятно. Но вы-то становитесь его клиентами. Что о вас говорить? Ну, может быть, он не хороший, а вы что? Вы же готовы отдать деньги каждому проходимцу. Так надо же взрослеть. Но завершая этот ролик, я скажу так. Все, что Бог делает, все Бог делает к лучшему. Или природа, или высшая сила, или белый тигр, все равно. Поэтому пусть оно будет как есть. По крайней мере, у меня очень много энергии. У меня есть абсолютно железобетонный фундамент, состоящий из сотен верных мне людей, моих друзей, моих бывших студентов, которые уже своим действием доказали, что на них можно положиться. У меня есть связи, у меня есть авторитет, у меня есть все основания для того, чтобы жить и процветать дальше. И у вас есть такая возможность, если вы будете правильно выбирать людей, с которыми вы идете в Австралию. А если нет, это ваши проблемы. Можете дальше слушать таблицу умножения и пару предложений от кота Баюна. Ну, не надо кивать на зеркало, коли рожа крива. Спасибо.